Выходные не повод для отдыха, тем более, что работа коммунальных объектов не останавливается ни на день, и за всем нужен контроль. Алексей Валов посетил канализационно-насосную станцию Соколовская, где ведется реконструкция. Уже включена третья нитка коллектора. После переборки запустили четвертый насос, так что сейчас у нас резервы, два резерва, один в работе, всегда два в резерве. Мы заменили третью нитку, подключили все на действующее, заменили задвижки, остается только сделать камеры на задвижку и в камере кое-какая не манипуляция. Очистные сооружения в Щелкове обслуживают сразу пять крупных муниципальных образований Подмосковья. Глава Щелковского района проверил, как организована работа на объекте. На межрайонных очистных сооружениях ведутся работы по подготовке к реконструкции. И пока идет проектирование, важно сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха по городу, отметил Алексей Ивалов. Ну а после завершения работ такой риск должен быть сведен к нулю. В новом технологическом исполнении очистные сооружения будут совсем с другой схемой уже очистки. Чуть-чуть дублировать, конечно, по старой схеме, но снова будут новые примены, новое оборудование, новые материалы, которые позволят окончательно избавиться от запаха, несмотря на розовый ветров. Помимо коммунальной сферы на повестке дня строительная, на стройплощадке ЖК Литвинова Сити уже давно не слышен шум работающей техники, да и строителей не видно. Компания-застройщик в стадии банкротства стройка фактически брошена, однако меры безопасности все равно необходимо выполнять. Стройка должна быть, конечно, законсервирована, быть под охраной и законсервирована. Конечно, сбежал собственник, денег нет на содержание охраны, на содержание самой стройки, консервации ее. Ну, будем как-то своими небольшими возможностями держать ее в безопасном состоянии. Вместе с тем продолжается подбор участков для компенсационного строительства домов, в которых и будут предоставлены квартиры дождикам ЖК Литвинова Сити. Дарья Снегов, Сергей Максимов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».